Еще раз доброе время суток. По каким-то причинам не совсем ясным, у нас против нас играет Франция. Если кто-то помнит, недавно был футбольный, как говорится, стыки чемпионата мира, Украина против Франции. И я, как гражданин Украины, должен, ну может быть не должен, но все-таки, вот, но ныне представляющий Латвию, буду мстить, если так уж можно выразиться. В какой-то степени хочу предупредить французского игрока, что будет больно, но пускай терпит. Так, ну что, как уже, уже пора что-то делать. Пора что-то делать, а что делать, не совсем ясно. Давайте побьем на С5, и пойдем к НД2. И что я вам скажу? Что я вам скажу? Во Франции женщины очень приятны, а игроки еще более. Приятно с ними играть, понимая, я играл с французскими игроками, с таким вот гроссмейстером сборной Франции, как Эдуар, такая фамилия Эдуар. Конечно, в России с такой фамилией из дому выходить не надо, вот, как бы, поэтому он живет во Франции. Вот. Я с ним играл, получил массу удовольствия, кстати, может быть, в будущем это будет защита Алехина, будет ролик даже об этой партии, в Аэрофлоте. Вот. Наверное, это где-то, где-то они, вот, отечественники, они чувствуют, они пытаются навязать такую игру, чтобы я получал от этой игры максимум удовольствия. В принципе, шахматы это игра, а от игры надо получать удовольствие, надо получать удовольствие. В жизни слишком мало, мало чего есть в наших жизнях, от чего можно и нужно получать удовольствие. Это шахматы, женщины и французы. А если французская женщина играет в шахматы, так это в трене. Вот, наш соперник задумался, наверное, он слушает мой видеоряд и он в замешательстве думает, что это такое, я же не играл против сборной Украины по футболу, как говорится, не бейте меня, я тут не виноватая я, он сам пришел. Вот, но мы же без разбора, как в том анекдоте, я же по паспорту не евреи, так бьют по морде, не по паспорту. Вот, поэтому продолжаем наседать, захватываем поля, захватываем пространство. Да, даем поле Д3 и Д5, но захватываем поле Д6 и, как говорится, захватываем пространство, теперь Ферзь Е7 слабовато смотрится. Что можно предложить за соперника? Ну, за соперника можно предложить встать из-за стола и пойти выпить чашечку кофе, это точно. Что еще можно предложить за соперника? Хотя я до сих пор не знаю, соперник это или соперница, вот. Ну, что можно сказать? По игре видно, что, как минимум, вот не знаю я, откуда он. Может он не с Францией, может он с Эстонией, слишком он долго и думает над каждым ходом. Вот, но... А, наверное, он французский эстонец, потому что, прошу заметить, во Франции много эмигрировало, эмигрировало много людей. Люди же могут все-таки эмигрировать, как вы думаете? Я думаю, что могут. Вот, продолжаем нашу дискуссию. Наш соперник на самом деле делает вид, что он очень опасен. Я даже подумываю, а может быть действительно он прав, что он опасен. Но, последние ходы меня, как говорится, заставляют подумать обратно. И все-таки я перед началом нашей партии был прав, что, как говорится, по Франции в шахматы играть могут только русские. Давайте пойдем вперед. Мы напали на Ферзя. Это серьезная угроза. Так называемая Гарде. Кто не знает, что шах Ферзю называется Гарде. Так сказать, говорим мы, пощекотаем даму. Есть такое выражение. Вот, потому что Ферзь это все-таки дама. Вот. Какая бы ни была, она сильная дама. Такое сейчас, в принципе, если кто-то знает. Я думаю, все знают эту новую волну, фитнес-волна. Все дамы пытаются заняться фитнесом. Пытаются похудеть, стать сильными. Так вот, вот эта вот дама. Шахматная дама, она изначально занимается фитнесом. Она изначально сильная. Она изначально... Вот. Но у нас 22 секунды. У моего соперника, француза или француженки, точно не знаю, еще меньше. Поэтому он начинает играть мега сильно. Я получаю от него мега удовольствие. Вот. Конечно же, я обыграю быстренько. Пытаюсь его одолеть. Или одолеть. Или... И мат. Спасибо. До новых встреч.